всех приветствует отвертка канал домашнего мастера и у нас очень сегодня интересная тема как восстановить данные с sd-карты после форматирования сегодня в нашем обзоре интереснейшая программа восстановления данных под названием foodidake data recovery как вы знаете восстановление данных с sd-карты после форматирования может быть сложной задачей но существует несколько методов и программ которые могут помочь восстановить часть или даже все потерянные данные сценарии которых людям может потребоваться программное обеспечение для восстановления данных следующий лишь память вопросы возникают вследствие неправильного извлечения устройства случайное форматирование или удаление файлов очень часто мы попадаемся человеческий фактор следующие наши любимые жесткие диски здесь у нас что может быть это несанкционированное форматирование случайное удаление повреждение секторов содержащих служебную информацию это служебная зона жесткого диска а так и информацию расположение файлов и папок бывает невнимательность опять-таки человеческий фактор ну и что еще можно сказать это наши смартфоны после сброса заводские настройки у нас на нашей sd-карте пропадают все файлы фотки и так далее и тому подобное очень часто наши зрители задают такой вопрос сброс сделал а забыл вынуть sd-карту и вот возникает вопрос что делать куда бежать и так вопрос как восстановить данные с sd-карты после форматирования и в этом нам поможет программный продукт фуде дэйк дата рекавери ссылочка на скачивание тенушер фуде дэйк находится в описании под нашим видео и в комментах под нашим видеороликами так поехали разбираться с этой интереснейшей программой итак программа фуде дэйк windows дата рекавери давайте вместе с вами зайдем на сайт этого программного продукта и посмотрим что же умеет данная программа и так универсальное решение восстановление данных дал в большинстве случаев нам все это будет надо скачать бесплатно купить сейчас соответственно чуть-чуть будут у нас отличаться версии соответственно мы покажем сегодня программу платную что она у нас умеет пройдемся по сайту восстановление потерянных данных в различных сценариях как раз сценарии у нас могут быть разные восстановление удаленных файлов очень часто у наших зрителей может быть новинка появилась восстановление файлов нас сервера это очень хорошая важная вещь восстановление отформатированного диска часто бывает наши смартфончики попадают под эту экзекуцию при сбросе смартфона заводские настройки вынимаете sd-карту вот это вот самое главное восстановление потерянного раздела это для жестких дисков важно вещь ну и если у вас флешка разбита на разделы тоже хорошо восстановление внешнего устройства наши переносные диски да очень важная вещь бывает восстановление неисправного компьютера тоже помощь неплохая получится создание загрузочного диска вин п.е. универсальнейшая вещь для восстановления компьютера ну и восстановление необработанных файлов это raw файлы плюс тысячу типов данных которые можно восстановить ну в принципе внушает список большой фото видео аудио другие у нас различные файлы тут имеются электронная почта и архивы электронных почт офисные документы и так далее ну и все остальное так сказать информация мы все это дело пройдемся сейчас в нашем видеоролике и так нажимаем скачать бесплатно что нам предлагает данная программа мы ее уже скачали она у нас есть в зависимости от системы нам предлагается на скачку именно файл можете проверить тот антивирусами все у нас нормально мы проверяли все заргут можно приобрести это соответственно немножко другая история соответственно здесь у нас есть инструкции по восстановлению про самого приложения что как зачем восстановление файлов по восстановлению файла скачать различные варианты у нас есть ресурсы ну и техподдержка круглосуточно и так скачали давайте будем рассматривать эту программу уже воочию поехали и так запускаем исполняемый файл соответственно программа предупреждает чтобы мы не устанавливали этот программный продукт на диск где мы будем заниматься восстановлением данных и так далее соответственно галочку ставим я прочитал и согласился и мы дальше идем по установке установка довольно таки быстро опять-таки зависит от мощности вашего компьютера и так далее идет презентация от этого никуда не денешься это в принципе даже и полезно чтобы не зря проводить время во время инсталляции все принципе готовы давайте нажимаем кнопку запуск и так важное замечание от нашего канала важно понимать что не всегда удается восстановить все файлы особенно если прошло достаточно большое количество времени с момента форматирования и данные были перезаписаны новой информацией и так будем проводить эксперимент здесь у нас на нашей карте установлены некоторые файлы давайте сейчас посмотрим сейчас мы перенесем все это дело разместим sd карту на нашем компьютере и посмотрим какие файлы у нас были вот одна картинка doc cx и видео небольшое видео вот этих три файла что мы должны с этим вопросом сделать ну вот например неожиданно форматнули соответственно давайте попробуем форматировать соглашаемся до файлова все по умолчанию и так далее быстрое форматирование соответственно начинаем нас предупреждают и мы форматируем это мы проводим так сказать опыт над нашей флешкой очень часто особенно вы попадаетесь на вашем смартфоне какие-либо так свет программы какие-либо так сказать оптимизаторы и так далее накрутите систему и так далее и надо его надо сбрасывать в заводской режим соответственно никто не вынимает sd карту делаем сброс там идет предупреждение что все данные будут удалены нет никто не слушает соглашается и так далее и вот мы после этого что получаем пустую нашу sd карту соответственно если мы зайдем сейчас мы видим что пусто у нас ну что давайте попробуем с помощью нашей программы ты ношер фуди дык все-таки восстановить нашу инфу и так открываем уже установленную программу идет проверка параметров соответственно видим россии русскоязычный интерфейс фишечки интересные точечный поиск файлов интересно восстановление данных из сбойных системы и исправить не открываемые фото это очень многим важно исправить не воспроизводимые видеоролики и так далее мы по простому будем где наш диск наш диск расположен вот он соответственно появляется меню сканирования нажимаем соглашаемся у нас здесь было фото фото было видео было документы были аудио не было ладно аудио не будем искать и другие файлы тоже сканирование выбранного типа файлов соответственно все это дело зависит от сразу идет инструкции сразу инструкции у нас идут это в начале так сказать каждый раз она не будет у нас появляться и соответственно 10 процентов у 10 прогресс бар у нас есть найдено 398 файлов но учитывая то что наш наша sd карта была очень долго так сказать в эксплуатации много что там может найти много много и соответственно скорость зависит от скорости вашего накопителя sd карта диск flash накопитель и так далее ну и соответственно скорость нашего компьютера один из процентов придется немножко подождать добавли следующее во время сканирования вот у нас 20 процентов написано что сканирование завершено добывается больше данных и постепенно вот в нашем меню появляется больше больше цифры довольно таки большие цифры экзешных файлов уже найдено 108 и 7л 55 иконочек jpg например картинки уже появились mpeg 4 файлы тоже появились вот они есть и даже их можно посмотреть предпросмотр вот нажимаем и через некоторое время здесь да вот появляется была у нас такая заставочка есть такое дело согласен много очень у нас появилось файлов пнг шички дает применялась у меня были такие был такое программное обеспечение что у нас еще архивы даже у нас есть zip и вот пожалуйста это у нас конечно раньше еще были вот эти файлы основные мы уже в принципе даже и видим но все равно позволим нашей программе отработать под сто процентов и извлечь нужные нам файлы и даже совершенно еще старые после форм двух форматирования и даже трех форматирования вот видите файлы у нас есть и вполне нормальные вот фотки например вот смотрите вот эту вот фотку да она у меня была я ее и как раз в данный момент восстанавливаю так что у нас еще следующие фотки давайте посмотрим предпросмотр что она покажет да как ни странно показывает вот не битое фото это был такой у меня файл есть такое дело ну и так далее довольно таки неплохо работает данная программа 24 процента все зависит именно от мощности нашего компьютера и скорости нашей sd карты ждем еще одно замечание например в предпросмотре да мы видим файлы видим некоторые графические файлы но если мы например заходим в файлы доки докции икса и так далее это наш офис просто при смотрю предпросмотр у нас не получится нам предлагается сохранить данный файл и потом уже открыть его офисом в отдельной директории важное замечание от нашего канала заметьте что успех восстановления данных может варьироваться в зависимости от от многих факторов таких как длительность использования карты после форматирования тип форматирования быстрая или полная и многих многих других факторов важно помнить что чем раньше вы начнете процесс восстановления тем больше вероятность успешного восстановления данных и так мы видим у нас закончился наш мощный процесс поиска удаленных данных сто процентов у нас было соответственно клавишу у нас есть вот с этой стороны можно нажать восстановить да она нам будет восстанавливать около 80 гигабайт разной непонятной информации но перед началом будем говорить так этого процесса мы как раз запомнили там нас буквально три файла документ видео и фотка и установили мы то есть удалили все это дело вот найдено 1886 файлов и советы нам дают удаленные файлы здесь можно найти случайно удаленные файлы например путь к файлу не найден если удаленные файлы которые есть удаленные файлы которые потеряли свой первоначальный путь там можно проверить имена файлов чтобы увидеть являются ли они целевыми файлами и так далее то есть нам предоставляется уже небольшая разбивка по файлам по своим так сказать небольшим нюансом мы конечно сейчас не будем восстанавливать все вот эти вот данные это порядка 13 с чем-то гигабайт можно просто посмотреть вот удаленные файлы что у нас в этой папочке есть давайте глянем драйвера когда-то были помню были до lan вилан и так далее это немножко не туда стрелка вверх саппорт посмотрим что здесь у нас а здесь у нас остатки будем гориток программного обеспечения хорошо идем дальше путь к файлу не найден вот этой папочки давайте посмотрим а тут у нас на валом всякой всячины если честно кучу здесь тоже можно поковыряться не спешите будем при так уходить из этой программы и так далее что еще можно посмотреть а вот здесь поболее поинтереснее имя файла не найдено например mp4 мы как раз файлицита у нас и были mpeg 4 давайте попробуем запустить первые видите название немножко вот как раз нашли файл свой нашли это у нас заставочка от нашего канала файлец работает все как положено что мы его можем восстановить соответственно правой кнопкой мыши правый канал уже у нас он этот файл позначен соответственно идем вот сюда и нажимаем кнопочку восстановить выберите файл которые хотите вы восстановить значит галочку надо поставить да и попробуем восстановить соответственно нам предлагается куда выбираем себе любое удобное вам место например директорию номер 4 вот я сюда все восстановили хорошо следующий файл он у нас не хочет воспроизводиться значит уже немножко он битый слишком уже долго битый был хорошо один файл мы нашли соответственно джейпэгэшка джейпэгэшка о как раз вот эта вот картиночка у нас и была сохранена на нашем sd диске да вот эта картинка да все как положено можно даже и просто нажать восстановить опять-таки указываем на диске c нужную нам папку 4 и сюда вот это дело и восстанавливаем посмотреть восстановленные да можно зайти и сразу в глянуть до имя файла не найдено вот джейпэг вот он у нас есть дальнейшем и можем уже им пользоваться про доки док док давайте зайдем мы же там док сохраняли они у нас без названия соответственно мы можем например вот все эти доки обозначить и сохранить и потом только уже выбрать отдельно просматривая уже из под программы офис сейчас мы уже не будем так с этим делом заниматься отдельно можно будет потом этому вопросу уделить внимание найдено если честно очень много файлов что нас и радует более есть программы попроще но они конечно нам не позволяют найти столько файлов например в общем числе 1886 файлов на нашем на нашей карте так что вот есть из чего выбрать есть как восстановить и так далее так что довольно таки хороший даже очень хороший результат и так по окончании восстановления нашего накопителя мы возвращаемся на сайт производителя ссылочка у нас будет в описании и в комментах тоже закрепленная ссылка будет смотрите скачиваете и пользуйтесь данной программой и так сегодня на нашем обзоре была у нас рассмотрена раскручена и изучена программа восстановления данных фуде дейк дата рекавери успехов вам и безопасности